Чуть более полугода назад в многофункциональном центре реку Наштинца города Басарабяска при помощи сотрудников учреждения, а также работников молодежного ресурсного центра «Финикс» городского дома культуры примарии Басарабяски были высажены декоративные деревья и кустарники. Большинство саженцев благополучно пережили зиму и непогоду. Еще у нас договор с поставщиком всей этой зелени на год. Он вместе с нашими работниками наблюдает. Все, что где-то высохло, меняется. Цель, чтобы все, что было потрачено, чтобы здесь было чисто, красиво и место отдыха. Помимо декоративных растений в парке были установлены лавочки и урны для мусора. Уложена тротуарная плитка, сделано освещение и установлено видеонаблюдение. В этом году решением районного совета выделено 100 тысяч на благоустройство. Плитку тротуарную вложили, обновили забор, электрическую часть, подъездные пути и все остальное. Жители микрорайона Фламында с нетерпением ожидают открытия нового места отдыха. В основном пожилые люди даже рады и довольны, что вот где-то смогут когда-то отдыхать. Детей можно туда провести прогуляться и сами можем пройти по парку. Красиво. Красиво строят. А что они рассчитывают там еще делать? Фонтан. Да, ну это будет красиво. Но как-то оно так маленький. Вот этот забор, который рядом, могли бы его подвинуть дальше, сделать побольше. Как отметил Михаил Мартынов, парк на территории центра реку Наштинца был заложен и благоустроен для всех желающих. Задумано для отдыха и бенефициаров, которые приходят в центр, и для людей, которые проживают здесь. В принципе, не будет здесь никакого такого запрета или какие-то критерии заходить, не заходить и все остальное. Вот это зона отдыха для людей, проживающих в районе. Работы по обустройству парка на территории двух многофункциональных центров района Басарабяска ведутся за счет проекта, который районная служба социального обеспечения и защиты семьи выиграла в Национальном экологическом фонде. Его общая стоимость – 135 тысяч лей. Можно отправить? Можно отправить?